Здравствуйте, это Енисей Новости. В студии Яна Макаренко. Прямо сейчас коротко главная тема выпуска. Трое погибших, с десяток пострадавших. Сразу несколько крупных аварий произошло в Красноярске и на загородных трассах. Сдувает вторые сутки в Норильске. Из-за метели закрыты дороги, отменены и задержаны авиарейсы. Не помогает даже выпавший снег. Красноярцы не могут проехать по дворам из-за огромных ям и провалов. И все на старт. Тысячи лыжников, спортсменов и любителей приняли участие в массовых стартах. Кошмар на дорогах. 76 аварий случилось сегодня в Красноярске. Это только те, о которых сообщили в ГИБДД. Одна из самых серьезных буквально парализовала движение на улице Калинина. Там разбились сразу три автомобиля. Пять человек пострадали, в том числе дети. Репортаж с места событий Анны Московских. Все в секунду было. Все в секунду. То есть прям моментально. Вот момент столкновения, о котором говорит водитель Николай. Он был за рулем такси и ехал в сторону центра, когда навстречу вылетел черный бриллиант. С машины буквально подкинуло в воздух. Его занесло. Он врезался в Nissan Note. А я уже пытался уйти от столкновения. Ну и врезался в него. Мы с ним в потоке ехали вдвоем. То есть все было хорошо. Вот его занесло в секунду. Все. Просто близкие дистанции, скорость и гололед и все подряд. Николаю можно считать повезло. Он отделался легкими повреждениями, чего не скажешь об остальных участниках аварии. Очевидцы рассказали, что водителя того самого бриллианта вытащили из машины всего в крови. Похоже, что удар был очень мощный. Смотрите, вот машина стоит на обочине. Из нее вырвало двигатель, а коробка передач в 20 метрах от этого места. В автомобиле Nissan Note ехала семья из четырех человек. Мама, папа и двое детей четырех из шести лет. Машина пострадала очень сильно. Дверь даже пришлось вырезать. Всех, кто здесь был, увезли в больницу. Что именно стало причиной страшной аварии, выясняют госавтоинспекторы. По предварительной информации, водитель бриллианта не справился с управлением. Полицейские предупреждают, на улицах скользко. А сейчас, когда почти весеннее, тепло днем сменяется ночными заморозками, нужно быть особенно внимательным за рулем. Инспекторы ГИБДД рекомендуют в условиях переменчивой погоды соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать опасных маневров. Аварию на Калинина разбирали несколько часов, из-за чего на дороге собрался серьезный затор. На участке, где разбились машины для проезда, фактически осталось по одной полосе. А пробка в обе стороны растянулась не меньше, чем на два километра. Анна Московских, Алексей Гусев, Енисей. Новости. О дорожной новости из района. В край сегодня напоминают сводки с фронта. На трассах сразу несколько смертельных аварий. В Боготольском районе утром столкнулись две Тойоты. В одной из них ехали женщина, мужчина и двое несовершеннолетних детей. Взрослые погибли на месте. Дети, а также водитель второй иномарки госпитализированы. В Рыбинском районе еще одна автокатастрофа. Там водитель Ниссана врезался в Тойоту, которая шла впереди. В результате одна иномарка съехала в Кювет, вторая на встречку, где столкнулась с автомобилем Хёнде. После чего обе легковушки тоже скатились на обочину. Последствия аварии трагичны. Водитель Хёнде скончался в карете скорой помощи. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной страшных ДТП, сейчас выясняют полицейские. Предварительная версия нарушения правил обгона. К другим темам. В Норильске из-за метели пришлось перекрыть дороги и отменить авиарейсы. Сильный ветер бушует уже вторые сутки. Скорость его местами достигает 27 метров в секунду. О том, что сейчас происходит в северном городе, расскажет наш СОПКОР Мария Зарукина. Сильная метель и ветер до 30 метров в секунду снова накрыли Норильск. Мы сейчас находимся в районе Кыркан. Это большой микрорайон Норильска. В такие моменты он становится отрезанным от города. Дело в том, что путь к этому району лежит через трассу, а ее перекрывают в первую очередь из-за очень плохой видимости. Здесь дежурят сотрудники ГИБДД. Я нахожусь здесь же на автодороге, но выйти поближе, к сожалению, невозможно, потому что вы меня просто не услышите. Но я могу показать, чтобы вы понимали, что здесь происходит. Через эту же автодорогу лежит и путь в аэропорт, поэтому попасть туда невозможно. Рейсы со вчерашнего дня задержаны. Многие уже отменили. Аэропорт не принимает самолеты. И возможно, что там в помещении тоже застряло довольно много людей. Но сложнее всего, конечно, приходится тем, кто застрял в тундре. Они попали в такую снежную ловушку. Но судя по кадрам, которые нам присылают, все-таки застрявшие не отчаиваются, откапывают свои бураны и стараются себя как-то приободрить. Своеобразный квест начнется и у автомобилистов. Когда стихнет метель, им придется выходить и откапывать, и искать свои автомобили, которые заметят. Это такая обычная практика для Норильска. Такая метель, такой ветер продержится все выходные. Наладится погода должна только к началу рабочей недели. При этом на самой улице-то не то чтобы холодно, всего лишь 13 градусов. Но вот из-за ветра, скажу, по своим ощущениям, довольно быстро замерзаешь. Замерзают конечности, в первую очередь, руки, ноги и, конечно же, нос. Поэтому как только ситуация прояснится, погода наладится, мы, конечно же, снова выйдем на связь. А на этом у меня пока что все. Мария Зарукина, Енисей, новости Норильск. Обогнали даже Москву за минувшие сутки. В нашем крае 7897 новых случаев ковида. В столице для сравнения почти на тысячу меньше. Там, конечно, пятая волна началась раньше, но и количество жителей значительно больше. Как бы то ни было, в нашем регионе в антилидерах Красноярск плюс 3011 пациентов. Высокие показатели сохраняются и в районах. 889 человек в Ачинске, 341 в Каннске и 301 в Ачинском районе. Выздоровели 5102 пациента. На лечении находится почти 80 тысяч жителей края. Скончались 23 человека. Это просто провал. Вот так описывают некоторые дворы красноярцы. Причем в самых разных районах города. Асфальт у домов усыпан ямами и кочками. И если сейчас хотя бы присыпало снегом, то весной, когда все будет таять, снова начнется бездорожье. С жителями пообщался Антон Тишаков. Вот здесь, где мы стоим, ужас, просто ужас. Вот где мы стоим сейчас. Ямы и глыбы льда. Во дворе на Матросово полоса препятствий как для автомобилей, так и для пешеходов. Легковушки прыгают по кочкам. Не без труда дорогу преодолевают грузовики и газели. Людям же нужно выбирать, скользить или тонуть в снегу, чтобы обойти неудобный участок. Жители уже и не помнят, был ли здесь ровный асфальт. Постоянно. Ямы здесь уже давным-давно у нас. И никто их здесь не делает. Ну, естественно, и скользко, когда гололед. А людям точно неудобно. Особенно летом. Сейчас снег растает, здесь одни ямы. Ну, как привыкнуть. Дискомфорт, конечно. Ну, здесь еще школа тоже музыкальная. Маши много ездили. Я вот старуху боюсь везти. Она неоднократно падала уже. Они нас замучили уже, эти ямы. Поэтому летом тут ужасно пройти невозможно. Похожая картина и на улице Измайловской. Выезд с дороги – настоящее испытание. Чуть дальше на улице Мичурина ситуация еще хуже. Ямы на этой дороге скорее напоминают американские горки. Просто посмотрите, какой перепад высоты встречается у кочек. Здесь нужно быть осторожным даже пешеходам, особенно после снегопада. Есть риски подскользнуться, упасть и травмироваться. Участок в несколько десятков метров напичкан ямами и кочками разных размеров. Водители петляют по узкой дороге и пытаются не повредить кузов. Не легче и пешеходам маршрут без падений и переломов нужно тщательно продумать. Ямы, они постоянно здесь. Я не знаю, это уже почти пять лет. Обходим постоянно. Здесь постоянно получается и вода здесь. Даже и объехать ее, самое что интересно, невозможно. Машины ломаются. Уже люди жаловались. Потому что постоянно, особенно низкая машина, задевают. За своевременный ремонт дорог во дворе отвечают управляющие компании. Если они бездействуют, нужно обратиться в администрацию района или подать жалобу в стройнадзор. Если же дворовой проезд не принадлежит обслуживающей организации, то ремонтировать его должны городские службы. Антон Тишаков, Павел Пателицын. Енисей. Новости. Как работает интерактивная карта «Поликлиник», что изменится в сквере перед станцией Злобина и зачем сноубордисты устроили массовый спуск в Красноярске. Об этом не только в блоке коротких новостей. Для красноярцев составили интерактивную карту «Поликлиник», где принимают пациентов с симптомами ОРВИ и ковида. Открыв ее, горожане смогут выбрать ближайший для посещения филиал. Для удобства детские больницы на карте обозначили синим цветом, взрослые и зеленым. Найти карту можно на главной странице сайта Министерства здравоохранения края в разделе «Информация для населения». На станции Злобина восстановят сквер. Площадку перед зданием вокзала замостят, сделают отсыпку и дорожки, обновят проезжую часть и создадут водоотвод. Кроме того, уберут больные деревья, высадят новые, а в центре сквера появятся кустарники и газон. Освещение тоже планируют заменить. В Красноярском парке флоры и фауны ко дню орнитолога показали своих пернатых обитателей. Рой Фручей стал первым зоопарком в России, где искусственно выкормили птенца очкового пингвина. В дальнейшем малыши стали рождаться каждый год, сейчас их четверо. Они учатся плавать и осваиваются в большой пингвиньей стае. Успешно дают потомство и другие пернатые, в том числе и краснокнижные. Орланы, даурские и японские журавли, стерхи, бакланы и филины. Последний, кстати, особая гордость парка. У многодетных родителей уже 12 пинцов. Две сотни сноубордистов, скотили с горы с фаерами и флагами России возглавил спуск серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Николай Алюнин. Таким образом, красноярцы выразили поддержку нашим олимпийцам, которые сейчас выступают в Пекине без национальной символики, под аббревиатурой РОК. Из них 20 спортсменов – это жители Красноярского края. Еще одно масштабное спортивное событие. Больше тысячи красноярцев присоединились к всероссийской акции «Лыжня России». Бежали три дистанции на выбор. Многие пришли в национальных и даже шуточных костюмах. Встали на лыжи и самые маленькие горожане. Екатерина Любим с подробностями. На старте самые маленькие участники гонки. Им не больше семи лет. На лыжах многие стоят впервые, поэтому не обошлось без падений. Шаг за шагом юные спортсмены протопали ни много ни мало – полкилометра. Как у тебя проходила подготовка? Давно ли ты вообще на лыжах стоишь? Вчера. Ну и долго так. Ну и долго. Смотрите, сколько. Лыжи тебе вообще нравятся? Да. А что прикольного именно в лыжах? Что на них можно кататься. Это уже массовый и самый зрелищный старт на два километра. Он проходит под девизом «Забег дружбы народов». Поэтому многие в национальных и даже шуточных костюмах. На лыжне – индейцы, медведи, герои русских народных сказок и настоящие сибиряки. Костюм называется «Сибиряк». И, как сказать, в Сибири очень много у нас народностей, национальностей. Поэтому здесь нет такого слова «неудобно». Надо – значит надо. Там весна у нас идет, я лето, это осень. А я осень. А вы долго думали над костюмами? Да, вообще нет. В принципе, сарафаны русские народные, поэтому мы решили их сегодня надеть. Всероссийская акция «Лыжня России» проходит в сороковой юбилейный раз. В этом году в программе помимо детского и забегов в костюмах еще одна дистанция на 10 километров. Преодолеть такое расстояние рискнули три сотни человек. Но самым быстрым оказался красноярец Андрей Мельниченко. Погода, конечно, внесла свои коррективы. Из-за того, что снег идет, скольжения вообще нет практически. Плюс лыжи подобрал, они те, которые надо со списка по метру. 20-30 вставал, но сохранил силу на предпоследний подъем, а два, ну и там и убежал. Все участники спортивной акции не ушли домой без подарков. С собой не унесли нагрудный номер и фирменную шапочку. Но абсолютные победители на дистанции 10 километров получили еще и денежные призы. Екатерина Любим и Алексей Овсяников. Енисей. Новости. И на этом наш выпуск завершен. Телефон для ваших новостей 236-01-36. В студии работала Яна Макаренко. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова